ГМК-62 – первый городской молодежный клуб, созданный в Куйбышеве, в закрытом тогда городе, в период оттепели. Инициативная молодежь – архитекторы, инженеры, учителя, журналисты, общественники, композиторы и художники – объединились вдохновленные творческими идеями. Конкурс молодых пианистов имени Кабалевского, джазовые фестивали – первая в городе выставка детского рисунка. Все это организовали именно активисты ГМК. И одна из самых значимых инициатив участников клуба – два концерта Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Его пригласили сюда. И, кстати, вот это здание было первое, куда Высоцкий пришел после того, как его привезли с железнодорожного вокзала. Мы его встречали. И все концерты, которые прошли – это чисто ГМК. Фотоклуб – клуб дискуссионный, музыкальный и художественный. ГМК охватил самые разные сферы и стал явлением уникальным не только для Куйбышева, но и для всей страны. В июне этого года организации исполнилось 55 лет. К юбилею на здании Самарского государственного колледжа на Молодогвардейской 59 открыли мемориальную доску в честь ГМК-62. Именно здесь и располагался клуб. ГМК-62 стал на долгие годы вот той прекрасной творческой лабораторией, где открывались новые имена, рождались масштабные, крупные, интересные идеи. Опыт работы ГМК-62 вышел за границы нашего замечательного города. На торжественном открытии и основатели, и активные участники ГМК. Я приветствую друзей ГМКовцев, которые здесь сегодня находятся. Я лично считаю, что молодежи, вот такое собрание обязательно нужно. Обязательно нужно. Олег Борисович, спасибо, что поддержали инициативу общественной палаты. Но я думаю, нам надо и двигаться дальше. Есть здесь помещение, которое можно отдать под музей Высоцкого. И может быть вот центр Высоцкого, как музей Высоцкого здесь, он станет очагом для молодежи. Традиции, заложенные 55 лет назад, продолжаются и сегодня. Тех, кому интересны идеи ГМК, многое среди нынешней молодежи. А впереди еще немало проектов. В честь юбилея две выставки на площади Славы, большая конференция, посвященная ГМК-62. А к концу года должна выйти книга об истории уникальной молодежной организации. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.